Сколько надо мака для того, чтобы... Килограмм на... Для чего? Чтобы сварить одну порцию, извините, я просто не знаю. Порцию? Ну, 300 грамм. 300 грамм. 300 грамм? Ну, на одного так, чтобы обычно... Килограмм на 3 дозы получать. То есть это не кулинарная масштабность? Килограмм кулинарного мака... Не, ну, есть люди, которые варят 5 килограмм, чтобы... Потому что в системе уже нереально. Чем дальше, тем больше нужно. Ну, конечно. А вы это знаете от... Ну, потому что сам был... Как давно? Недавно. Можете сказать... Фамилию, имя, отчество? Не знаю. Не-не, не надо. Ну, давай там как это... Дима, Вася как-нибудь. Отчество твое как? Не надо. Отчество твое. Владимирович. Вот Володей мы его назовем. Володя. Володя. На самом деле. Да, никакая разница. Как давно ты этим занимаешься? Два года. Ну, насколько часто? Где берешь... Каждый день, ну, два-три раза в день. Расскажи, как это происходит. Что это за процесс? Ну, идешь... Идешь на базар. Ну, на каждом базаре в городе Харькове примерно есть точка своя. Покупаешь семечку, в зависимости сколько надо. Покупаешь растворитель. Ну, оно недалеко продается друг от друга. В аптеке шприцы, ацетиловую кислоту, таблетки. Это все смешно? Ну, это постепенно, каждый этап. Ну, и все. И вот полтора часа это занимает. Сварил все. Полтора часа, да. Насколько это дорого вообще? Удовольствие дорогое? Ну, чтобы одному сварить надо 200 гривен где-то. 150. Это одна доза? Да. То есть 200 гривен в день это одна доза. А сколько в день надо дозы? Ну, 2-3. 2-3? Да. Сколько точек на рынке может быть? 3-4 по-разному. А как вообще? Есть понимание, сколько таких, как ты вообще? Ты знакома? Очень много. Очень много. А как вообще? Что произошло? Что случилось с голодом центром? Ну, предложили попробовать. Просто. Сначала, ну, ходил, гулял с компанией. Месяц-два. Нет-нет. Говорил-говорил. Потом решил попробовать. Вот и все. Сначала раз в месяц, потом два раза в месяц, потом три. И так каждый день потом и пошло. По два-три раза. И вот компания. Сколько у вас человек в компании? Ну, сейчас четверо. Это, ну, это у тебя дома или? Не, не дома. Ну, находим места, но не на улице. Это инъекция? Да, это инъекция. Выбирается в шприц и делается укол в вену. Это вообще можно легко прийти на рынок и купить? Да, очень легко. Очень легко. Это можно все купить, сделать. Что, стоять эти мешки с маком или как? Ну, да. Просто там прикрыты. Может, макароны поставят, мивину, что-то еще, кетчуп. Ну, это овощные или шишки? Ну, продуктовые, как типа продуктовые. Тебя уже знают? Ну, конечно. То есть там, они все знают клиентов? Не, ну, если ты придешь, какой-то новый человек все равно тебе продадут. Ну, то есть без ракета. А ты подходишь, тебе конкретно вопрос задаешь или тебе уже просто они уже знают, что тебе нужно? Конкретно мне уже знаю, что надо. Где ты это обычно делаешь? В каком месте, какой-то рынок? Салтовка. На Салтовке? Героев труда? Ну, по-разному там, где хороший выбор там, там выберем. А они разные? Героев труда студенческая, тракторостроители, да, разные. То есть просто варианты мака или каких-то? Да, да, вариант, ну… Сорта разные? Да, сорта разные, абсолютно. А. Цена разная. Ну, вот килограмм мака примерно стоит, ну, есть 130, есть 150. Растворитель стоит 25 гривен. Сколько тебе лет? 27. 25 лет ты в этом? Ну, да, где-то. Ну, сейчас вообще ты в каком состоянии? Ты пытаешься от этого отказаться? Да, вот, пытаюсь отказаться. А какая-то система реабилитации что-нибудь есть? Ну, вообще как таковой нет особо, я не знаю, это самому надо захотеть только и все. Больше поменять круг общения, вот что надо сделать в первую очередь. Ну, ты уже как-то пытаешься? Да. А. А как ты нашел ребят, которые пытаются с этим бороться сейчас? Ну, по… Нет, ну, был знаком до ночи, ну, встретились просто. А чем ты сейчас занимаешься? Ничем. А где ты берешь идею, пожалуйста, вы достигли ее в день? Ну, находятся, не могу сказать, но есть друзья. А ты как-то с друзьями по этому поводу разговариваешь? Каждый день. Каждый день. Каждый день только об этом и говорим. Как, как, как… Как отказаться? Да. И что, ну, они как воспринимают вот эти твои инициативы? Ну, есть люди, которые просто так, да, давай, там, все, завтра, послезавтра, все, последний раз. Оно есть, который, ну, человек, я с ним сейчас общаюсь, мы вдоволь им общаемся. Ну, действительно хотим от этого избавиться. Как вам хватает действия? Ну… До заднего? 6-8 часов. Примерно. Кстати, на семью же какие-то последствия ощущаешь? Ну, это особо нет. То есть, в принципе… Никаких… А. Ну, вообще, ну, просто, ну, надоело эта жизнь. Не знаю. Ну, надоело. Ну, как ты считаешь, два года – это уже много для такого? Ну, то есть, последствия… Ну, для меня много. Для меня много. Есть люди по… Я знаю людей по 40 лет, по 50 в этой зависимости. А. Я просто, может быть, не очень в теме. Насколько это конкретно страшный наркотик? То есть, есть его хуже, есть лучшее… Ну… Чистота вообще самого… Нет, это очень грязный, очень грязный. Ну, это… Ну, очень грязный наркотик. То есть, ну, в организм попадает грязь. В любом случае. То есть, вот этот растворитель – это абсолютно техническое вещество, правильно? Ну, химрезерв. Ну, кто-то из твоих близких вообще знает о том, что с тобой происходит? Ну, как знаю. Догадывается. Ну, так чтоб… В открытую я говорил – нет. Ну, понимаю, что что-то не так, но что… В чем… В чем это состояние вообще? Как оно выглядит? Я даже не знаю, как описать. Ну, эйфория, я не знаю как. Ну, просто хорошо становится. Настроение… Что с тобой происходит? Нет, ну, гуляешь – все, как обычный человек, только хорошее настроение, нет усталости. Были какие-то эксцессы вот в таком состоянии, которые имели свои последствия или из-за которых тебя сценили? Нет, в этом, ну, нет. Ты сценили? Я никогда, да. Постоянно контролирую, никогда не перебарщиваю. Лично я – да. У меня вопрос вот какой-то. У нас здесь были ребята с хитлого корпуса, да? Да. Вот тот же сайл деда, который столько его находит. А как вы с ними взаимодействуете? Я диагноз увидел недавно этот ваш репортаж, мне пришла та же самая мысль, что начать взаимодействовать и с ними. Потому что у нас, ну, как бы, не сильно мы так близко общаемся. Вот у них, ну, насколько я поняла, все-таки милиция так негласно дала добро на их действие. У нас есть какую-то… Да. Ну, вы понимаете, где о том, что у нас разные, ну, разная милиция, понимаете? То есть, как бы я четко осознаю, я не хочу, чтобы правый сектор был каким-то там, ну, выступал какой-то там ударная сила на стороне одних милиционеров против других милиционеров. У нас… А у кого может быть? В этой системе тоже есть против… ну, противостояния. У них между собой… Да, у них бизнесы будут спорить? Да, у них между собой противостояния нет. Могу сказать одно. То есть, как бы, есть люди, которые сейчас, на данный момент, и у меня нет оснований ставить их под сомнение, они пришли, они новые совершенно, новые люди в нашем городе, которые… ну, я не знаю, я не могу, не буду там пока называть эти имена вслух, но тем не менее, при первой встрече они сразу же… ну, то есть, мы договорились о взаимодействии, о поддержке, по крайней мере, на сейчас, это не просто слова. До сегодняшнего момента это не только слова. Они нам доказывают поддержку, действительно, против всех этих вот… ну, знаете, зачастую коррупционных. Знаете, вот как вот… ну, я не буду говорить там… я не имею, может быть, полного права упрекать милицию там в коррупции, ну, могу сказать, там, где милиция не досматривает, не затягиваются руки, не готовы уступаться, и те люди оказывают им поддержку. То есть, милиция, они гласно все-таки… Да, да, да. Ну, по крайней мере, не противодействует. Конечно. Вот мы начали разговором, как вообще вы нашли друг друга в данной ситуации, потому что, я так понимаю, из таких людей, которые всю эту систему, весь этот процесс знают, изнутри все равно обо мне обойтись. Очень много, ну, Наташ, ну, надо сказать, очень много людей, которые в данный момент… ну, у харьковчан все больше и больше запрос на радикальные действия. Статистика есть у кого-то? Сколько реально молодых людей вот этим занимается? Потому что… На данный момент… Да нет, мое дело, что… Спасибо вам большое за комплимент, что вы считаете, что у нас может быть такая статистика, которая нет в милиции. Ну, это понимание есть. Фактически на каждом рынке есть эти точки. Да. И они, судя по всему, приносят прибыль. Отличную прибыль. Ну, ты понимаешь, что эта ситуация, она абсолютно легальна. Этот мак заходит через границу. То есть, он заходит официально через границу. Он растомаживается. У него есть все документы. Он поступает на рынки города. Его продают как кондитерский мак. Только покупают как кондитерский мак, я думаю, что может быть полпроцента. Ну, покупают его как кондитерский мак. Все остальные покупатели – это, ну, вот, определенная субкультура. Для меня была вчера шоком. То есть, как бы, увидев количество этого мака, ну, я не представлял себе, что город Харьков может там вот так быстро поглощать. А когда я услышал, ну, когда я поговорил непосредственно с потребителями, с конечным потребителем этого, я услышал, сколько ему надо действительно. То есть, естественно, да. Ну, надо, я так понимаю, сколько у нас получается, если это ежедневно, в день по дозе, доза 300 грамм. В день это не доза, в день это не доза. В день делается, в день делается около 6 килограмм. В день делается около 6 килограмм? Ну, не, не, не на одного. Ну, 3-4 человека. Бывает 2. Вот то, что вы делаете с 6 килограмм, это на 1 раз? Нет, это там 3 раза в день по 2-1,5 килограмма. Бывает по 3 килограмма, бывает по 4-5. Сколько вы идете на рынок покупаете? Сколько вы берете за 1 раз? Ну, можно взять килограмм, можно взять и 3. Сколько есть финансово. Против заказа будет в зависимости от зависимости. Вот так, наверное. Не мало. Какое финансовое положение на данный момент на столько и берется? Сколько в день может уходить на одной точке? Сколько? 300? 300-400 килограмм. 300-400 килограмм. С одной точкой. С одной точкой. Каждый указатель дает тонны, полторы. У вас вообще здоровые люди молодые есть? Я больше могу сказать. У нас есть города, которые вымерли. Именно от этого. Половина от СПИДа, половина от передозировки. Ну, регионы это какие? Ну, это Азавар. Это в Изюме там очень больших родителей. Это в Первомайске. Это такие депрессивные города. Я, например, ну это не только в Харьковской области, в Чернигавской области, там тот же Остер, Десна. Там местное население пострадало очень-очень сильно. Там поколение практически погибло. Ну, за полгода на моем микрорайоне 4 человека умерло от семечки, от мака. А в чем опасность передоза? Ну, бывает смешивается с алкоголем просто люди. Ну, а это нельзя такого допускать. Ну, бывает просто, да, ну, переборщил. А у тебя были такие состояния? Ни разу. Опасность какая? Нет. Ты-то каких-то правил придерживаешься? Ну, нет. Ну, просто, ну, контролирую. Просто, ну, дозировку контролируюсь. Если будет больше, я, допустим, не возьму там новую. Легко же? Ну, как легко. Ну, например, ты опи-пам там перебрал? Я могу сказать, то есть, как бы, в зависимости от концентрации опиана, ну, опиата в маке. То есть, как бы, в одной семечке может быть такое количество, в другой, в другой. Они варят как положено, то есть, как бы, опять-таки, это надо попробовать. Может, не зная о том, что это уже другая семечка, он может сварить по-старому и получить передозировку. Получается, от сорта мака зависит еще и сама, сам продукт. Да. Какое количество добавит? Что впереди, какие планы вообще? Что с этим делать? Есть ли у вас понимание? Я понимаю, что там, может быть, там, этим можно ежедневно заниматься, ходить на кровати. Я хочу сказать, нет, я хочу сказать другого. То есть, как бы, я не хочу, я, вот, был абсолютно правильный вопрос по поводу того, что есть ли взаимопонимание с милицией. Я надеюсь, что это взаимопонимание будет расти. Мы скрываем эти проблемы, то есть, как бы, вот проблемы с наливателем, с мать. Вот смотрите, все шли-то крыто, тихо, спокойно, все варится, все делается. В милиции показатели. Предприниматели получают свою прибыль. Везде все нормальное. Люди, то есть, как бы, ну, то есть, как бы, вопрос с наркоманами под контролем, то есть, как бы, они там все там. Но так же ж нельзя. Мы либо боремся с наркотиком, либо же демонстрируем борьбу с этим. Вот мы вскрыли реально сейчас проблему. Мы очень надеемся на то, что, ну, правоохранительные органы отнесутся к этому вопросу с пониманием. Ну, не так, как, вот, мы, там, штыки, то есть, как бы, мы направляем свою деятельность для того, чтобы показать их бездеятельность. Нет. Система устоялась. В том-то и дело, что насколько эффективно просто закрывать точки? Насколько это имеет смысл, если есть, ну, если они каждый день открываются? Так, в том-то все идет. Для того, чтобы, для того, чтобы выходить на опыт и крупный опыт, надо начинать с самого низу. У тебя есть уже понимание опыта и крупного опыта? Ну, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Вчерашняя акта была, я думаю, что это был достаточно крупный опыт. Даже это не просто опыта, достаточно крупный опыт. И вот сами потребители уже от этого устали. Потому что они, ну, это реально болезнь. Они в зависимости. Их это нужно лечить. У нас вообще кто-нибудь этим занимается? Программой реабилитации, я не знала. То есть, что делать с этими ребятами? Вот они хотят с этого спрыгнуть. Окей, позакрывали все точки, накрыли все. Что им делать дальше? Ну, вот, в нынешней ситуации, вот опять-таки, пример этому, спасение утопающих, делорог своих самих утопающих. Они брошены на поездок. Они сами ищут. Ищут, к кому обратиться. Вот в данный момент они нашли какую-то поддержку, понимание у правого сектора. Но ты же понимаешь, что у этих ребят, если они просто сжимаются без третьего лица, их надо социализировать как-то. Ну, как-то, видимо, что-то в замену предлагать. В замену. Они же не от хорошей жизни уходят. Я знаю однозначно. Это без желания каждого из них невозможно. То есть, его вытянуть оттуда, вам, насилив, невозможно. Как бы ему ни разу. Если у него есть желание выжить, а у них действительно борьба между жизнью и смертью. Там другое, там это все очень, очень стоит острое. Вопрос это. Если есть желание выжить, мы готовы пройти эту помощь. Никому другу не иметь и находить какие-то возможности для них, даже в нынешние времена, для того, чтобы им как-то дать возможность с этим разбираться. С нашей помощью или там находить врачей. Но без их желания этого сделать практически невозможно. Никакие социальные программы. То есть, мое принципальное отличие от всех вот этих вот программ, что наркоманам нужно лечить. Наркоманам нужно лечить только тех, у которых есть желание. Все стороны, ну, наверное, каждый получает то, что вы сможете. Скажи просто, у тебя есть понимание, что ты будешь делать дальше? Или, допустим, ты решишь эту проблему? Чем ты будешь заниматься? Ну, во-первых, найти работу хочу. Это первая цель. А у тебя есть специальные программы? Специальности? Ну, нет, я с четвертового курса ушел. Не закончил бандурки. Точно? Да. Ничего прекрасного. Я думаю, что я, например, в моей жизни встречал достаточно людей, которые, начиная с бандурки и до сих пор некоторые работают в правоохранительной системе, находясь на системе. Да, кстати. Что-то и сегодня холом было. Ну, вернуться на те работы – это то же стезио, которую ты не окончил? Ты же почему-то пошел именно в это учебное заведение? Ну, пошел. Не знаю. Так сложилось? Ну, да, в принципе, да. Насколько вы высоко поднялись в понимании того, где это завязывается, вот эти объемы, где вы… Ну, так до какого вообще уровня вы можете это контролировать? Контролировать? Ну, может быть, не контролировать, а понимать. Где у нас это все завязывает? Нет, ну, мы явок споимно не даем точно нынешней ситуации, как и перед. У нас есть определенный… Что вы меня не прошли? Потому что для меня вчерашняя акция была… Ну, я был достаточно… Я не ожидал такого количества МАКа в жилом районе города Харькова. Для меня это… Но тут одного противодействия мало. Тут нужно понимание всех систем. То есть, как бы, всех… Ну, то есть, надо находить какой-то новый взгляд. Потому что, опять-таки, деятельность их абсолютно легализирована. Абсолютно. То есть, по большому счету, на данный момент, этот предприниматель может подать в суд на нас за то, что у него отобрали там какое-то количество кондитерского МАКа. Понимаешь? Ну, ты же понимаешь, что запретить МАКа, ну, как бы, нельзя? Можно. Просто взять и запретить? Можно. Реально, можно. Это не можно, а нужно сделать. Мы тут нынешняя, ну, как раз вот этой ситуации покажем. Не то, что можно, а нужно сделать. Ну, хорошо. А ты же… Надина Лазейка. Надина Лазейка, на которую никто не обращал внимания, не хотел обращать внимания. Почему? Пускай отвечают другие. Я не буду отвечать на это. Ну, у меня, естественно, есть свои предположения, но я не вправе, наверное, отвечать на этот вопрос. Были ситуации, когда тебе понятно вообще, куда ведут концы, и ты приходил и тебе говорили, «Нет, пацаны, мы с этим мы не будем возиться». Это как бы… Так очень не надо. А если будет? Насколько правый сектор радикален? Может быть, мы иногда придется как-то не соответствовать букве законам. В двух законах. То есть, здесь чувство справедливости. И я же еще раз говорю, что именно эта деятельность направлена на то, чтобы правый сектор воспринимался не как каратели, а вот именно как защитники интересов отражают. По поводу пропитанности там, это фантастика была? Нет. Я объясню. Пропитанность… Имеет значение вот эта шелуха, которая на зорнышко. Почему такой большой объем мака? Вот эту шелуху они вытягивают. На шелухе. В кого это эти находятся? Вопрос в чем? Вопрос в чем? Да, как раз это не в этом какой-то, не в семенах мака. А вот это то, что остается от соломы между этими, в процессе варкеров, когда они заливаются, это все… Процесс показывает. То есть, есть липогреты как нечищенный мак, да? Или как? А его невозможно очистить. Невозможно очистить. Невозможно. Просто будут 10 килограмм. В России запретили мак, они опрыскивают гречку. И продают также гречку. Да, кстати, это понятно. Я хочу еще раз обратиться. Вот я именно непосредственно к правоохранительным органам. Наша деятельность не направлена на штыки им. То есть, мы не противостоим им. Мы готовы сотрудничать, помогать, вскрывать те моменты, которые, ну, может быть, у них по каким-либо причинам не доходят руки. И мы надеемся на их понимание и сотрудничество. То есть, как бы, хочу поблагодарить вот еще молодого человека за мужество. Реальное мужество. Потому что, если бы не они, то есть, как бы, у нас бы точно ничего не получилось. Так, такого же мужества ждем от харьковчан. Если вы хотите менять что-то, давайте начинать каждый из себя. Потому что все от нас ждут каких-то действий и перемен. И, как правило, вопрос звучит таким образом. Вот вы начните, а мы поддержим. Нет, не надо так. Давайте сделаем наоборот. Давайте мы вас будем поддерживать во всех ваших желаниях. Но инициатива должна исходить в большей части от харьковчан. Потому что это наш город. И мы можем его изменить только вместе. А кто-нибудь тебя поддерживает из твоих друзей? Пришел? Конечно. То есть, они тоже согласны постепенно от этого отказа? Да. Даже не согласны. Ну, просто я не знаю. Очень сильно хотят. То есть, они нуждаются в помощи? Ну, сколько вот этих разных программ по выведению. Ни одна не помогает. Это, ну, сколько людей не знаю. Ну, сто человек, сто пятьдесят. Проходили курс, все возвращаются. По три раза там бывает, и все возвращаются к тому же. Программы, то есть, ну, не работают. Это сто процентов. Или просто отказаться, пережить, переболеть. Да, вот. Все. Это единственный вариант, по-моему. И поменять круг общения. Это первое, что надо сделать. Все. Может быть, как-то воспользоваться веянием времени. Может, мы вас будем на передовой возле. Да вот я пытаюсь спрашивать, но мне кажется, неудобно. Да нет, ну шучу. Скажи, пожалуйста, я, конечно, не хочу ничего сейчас такого, никаких намеков. Но есть ли такая проблема на передовой? Ты же там уголки? Конечно, есть. Есть, да? Конечно, есть. Ну, то есть, как бы, вот это таки, ну, там, 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 она несколько другое имеет. В смысле? А ты бы хотел или как-то, были ли у тебя мысли подключиться к ребятам? Да я, ну, не думал об этом. Не, военную подготовку это точно не хочется. Тебе правила на эти люди, пацифисты? Правильно я говорю? Ну, может, не все. Не знаю. Нет, ну, из четырех курсов университета внутренних тел. Да, это же университет внутренних тел. А какая специализация? Право-то предпринимство у меня было. Да я, в любом случае, ценный кадр. Четыре курса, это не так уж и мало. Так получилось. Мне не надо, что ты взлать успеха, а он в чем-то. В чем-то. Спасибо большое. Да, он тоже.